Добрый вечер еще раз. Очень приятно за эту возможность здесь собраться. Мы рады всех вас видеть. Будем надеяться, что народ Божий еще подтянется. И у нас сегодня такая особая встреча. Я не хочу ни в коем случае говорить, что особый гость, потому что децерия уже в нашей общине, он точно уже не гость. Поэтому это самое. И мы надеемся и верим, что у Отца Сергея есть сегодня нам что сказать. И несмотря, особенно если учесть, несмотря на такие темные одежды, но в нем свет Божий. У меня есть белый вязок. Уж в следующий раз. Хорошо, спасибо. Спасибо большое. Слава Богу. Помолимся, да, друзья, вначале? Давайте молимся. Как раз люди подходят. Сомневаются, если будет не заходить. Пусть заходит. Придолжаем. Не стесняйтесь. Пусть не стесняйтесь. Завтра. Так. Помолимся, друзья. Господь, слава тебе. Благословенный Бог наш, Царь Вселенной, давший нам вместе собираться, дающий нам эти собрания Божие. И сегодняшний семинар, ведь без тебя ничего не могу сделать. Действительно. Прошу тебя, освети своим присутствием сейчас. И благослови нас всех, собравшихся, кто на пути сейчас еще. Благослови всех нас. И те, кто в записи потом будут смотреть этот семинар. Благослови. Благодаря своей милости. Во имя Иисуса Христа. Благослови Господь. Благослови Господь киевскую еврейскую мессианскую общину, все общины, царь всех боящихся Бога и любящих Господа здесь, в этом городе. Пусть здесь на берегах Гебра славится имя Господа и это духовное пробуждение расширяется Господь. Души вновь обращенные и те, кто уклонились от истины, пусть возвращаются на путь истинный. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Семинар, который я сегодня провожу, это и по истории христианства. Моя любимая тема. Вообще-то моя любимая тема – история церкви, история христианства, а также и израил-лицерков. Потому что наши истории переплетены, и мы действительно имеем общий корень, общую историю, и нам есть в чем поучиться друг у друга. И хочу ответить тоже на ваши вопросы. Так что если будут вопросы у вас по ходу, или у вас если есть, может тоже вопросы готовы, какие-то записочки допустим, можете перевернуть вперед. Или договоримся, в принципе зал небольшой, можно с местом задавать вопросы, будет слышно. Да, и в эти дни мы готовимся к собору нашей церкви, братство нашего реформаторского православного обновленческого движения. И сам как реформатор, обновленец, я, конечно, молюсь за православную церковь, за православных христиан. Но и, конечно, я не отделяю православие от всего христианства. Молюсь за всю церковь, молюсь за всех верующих. И особое место в моем служении, в моей молитве всегда это христианские служения, это мессианское движение, которое для меня, это, скажу, огромное благословение и, скажу, знамение даже, знамение этого времени, духовного пробуждения. О церкви, сегодняшний вечер, пусть он будет с пользой проведен, пусть каждый из нас для себя возьмет что-то очень важное. Рождение церкви, оно произошло в крови, в муках, да, на Голгофском кресте. Машех он родил нас. Он родил, как нам раньше говорили, новую общественную информацию. Помните, как говорили, советский народ, мы новая общественная информация, которая не была никогда раньше в истории. Народ безбожий, народ атеист, из разных народов земли. И это был удивительнейший эксперимент, ну, конечно, страшный эксперимент, но он уже ушел в историю. Но последствия этого эксперимента до сих пор еще не слышны и отзываются болью. И вот, особенно в истории Украины, это и Голдоморы, это и войны и прочее. Но, дамы и господа, братья и сестры, Бог родил новую общественную информацию, свой народ. И вот рождение, роды сами были на кресте, на Голгофском кресте. С того момента чудо рождения совершилось, слава Богу. А в день Пятидесятницы родившаяся церковь, она была явлена этому миру. Да, приветствую, да, пройдите, пожалуйста, слава Богу. И об истории христианства, конечно, можно говорить много, но я хочу такие самые главные, сказать, моменты. Мне, как реформатору, конечно, приходится с этим сталкиваться постоянно. Дело в том, что христианская церковь в своей истории, мессианская община, да, христианская церковь, в своей истории очень непростой путь проделала. Иисус о Царстве Небесном учил, ведь, да? Это, ну, о Церкви, то бишь, да, о Своем народе. И какие мы притчи можем вспомнить, вот, и вообще, как Он учил о Царстве Своем? Что вот вам особенно, как бы, помнится вообще? Вот, когда вот я говорю, допустим, вот Иисус говорит о Царстве Своем, да? Жемчужина. Жемчужина, о, это хороший очень пример, да. Там у него в кличах есть отрицательный пример, есть положительный пример, есть как бы и так, и так. Вот про жемчужину это самый такой идеальный пример вообще, очень хороший пример, положительный пример. Вот, а какие еще? Не единственное, про семя. Про семя, да? Да, да. Все, что помнится тогда. Ну, да, да, что помнится. Мне помнится даже в фильме, как храм Божий он зашел, в середине торговли это все, не запомнилось, как бы. А, я понял. Этот момент. Прогибный столы. Очень это запомнилось, да, именно из этого семя. Ну, это такой погрун, да, такой был, да. Наверное, так и запоминаешься, так. Понятно, спасибо. Ну, вот, сестра сказала о семени, да, засеянной на поле. Здесь уже такая тритча 50-50. Если я прошу чужую, надо быть чисто положительная, хорошая тритча, как бы, о царстве. То здесь уже говорится и хорошее, и плохое. Потому что там было посеяно изначально хорошее было на огороде царства Божьего, на поле там, да. А потом из-за того, что проспали охранники, да, пришел враг и посеял племены. И стал расти потому на поле и то, и другое. Хорошее и плохое. Да, прошу. И тут же он говорит, вот это, кто, говорят, меня тут семя Абраама. То есть он все-таки садил хорошее. И что с него произрастает? То есть он называет себя христианином, но не семя Абраама. Он не живет. Не говорит, твой народ, мой народ, твой Бог, мой Бог. Тут вопрос задуматься. Да. Семя это садил. Вот как раз, если Сергий правильно говорит, значит, что вот именно дело в том, что растущие на поле царства Божьего очень разные, будем так говорить, злаки и садники. И мы констатируем сегодня факт, что на самом деле на огороде царства, на поле царства Божьего растет всякое. И те, кто имеют правильную саму модификацию, и те, кто ее вообще никакую не имеют. И насажденные врагом, и насажденные Богом, насажденные. Из притч, ведь Иисус, когда воскрес, да, Он еще 40 дней являлся ученикам, и опять-таки говорил им в этой потрясающей библейской школе, сорокадневной, являясь им, говорил им о царстве Своем, опять-таки. Какие еще притчи вспоминаются, притчи именно о царстве? Приблизимость к вам царства Божьей. Приблизимость, да. Ну, это такое, в основе такое, да, приблизимость царства, да, классно. Горчичное зерно. Горчичное зерно, да. Горчичное зерно. Маленькое зернышко, которое было посажено, а потом выросло в огромное дерево. И птицы небесные гнездились в этом дереве, да. Но это, опять-таки, притча, она так двоякая. И хорошее, и о хорошем, и о плохом. Потому что, согласно системе еврейских толкований, как раз птицы гнездящиеся в дребе, это, ну, ничего хорошего не предвещают. Как вот в книге Откровений, там расшифровка интересная, в представительстве всякой отвратительной птицы. Которая есть образ этих бесов, которые укрывались в кроне, в кронах царства божьего. То есть, получается, что когда семечка маленькая и растет, 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 еще ничего, но когда уже большая становится, уже большим деревом становится, вот там уже проблемы начинаются, да. Гнездятся всякого рода эти вот отвратительные птицы. Вот, ну, как в Откровении, там, расшифровывается потом, когда о Вавилоне говорится. Значит, какие еще притчи? Закваска. Закваска. А это уже чисто отрицательная притча уже. То есть, как бы, если про журчужную основу или это чисто положительная притча, вот, то про закваску это чисто отрицательная притча. Хотя обычно в христианских церквях многие проповедники ее используют как пример положительный. Вот, говорят, мы заквасим весь этот мир, заквасим, переквасим, значит, и прочее. Вот, но на самом-то деле в системе еврейской, в системе толкований, это ничего хорошего не означает. Абсолютно. Женщина уже означает, что лично плохое это в этой притче. Вот, взяла закваску, бросила в три мира муки. Закваска всегда и в Ветхом, и в Новом Заветах означает порог, лукавство. И сам Маширов говорил, что, значит, закваска троисейская, садокийская и иродова. Три вида закваски, которые угрожают царству Божьему, верующему человеку. Три вида закваски. Одна из них чисто религиозная, другая религиозно-политическая, третья чисто политическая. Вот эти три вида закваски, которые угрожают царству Божьему. И вот женщина, бросившая закваску, закваску в три мира муки, пока не вскисло все, говорится. Вот это все очень страшно звучит, конечно. Я считаю, что вот эта притча о закваске, брошенной в три мира муки, это как раз апофеоз отступничества. Апофеоз как раз именно от деградации церкви Божьей. То есть, и многие другие притчи, Иисус говорил, не вот, допустим, Евангелие, да, сети заброшенные, они вытянули не только хорошую рыбу, но и его немного. Потом был перебор, помните, да, хорошую рыбу отдельно убрали, значит, негодную выбросили. То есть, это тоже говорит нам, что сети евангельские, они вытянут всякого рода души. Очень разные будут в царстве Божьем люди. Но я так рассуждаю, почему, вот возвращаясь к притче о сеятеле, о поле, где росли и хорошие злаки, и сорняки, почему хозяин остановил слуг своих и не повелел им, запретил им вырывать сорняки, хотя прополка, на мой взгляд, была бы очень даже хорошим решением, но он запретил. Почему? Чтобы росло все, ну, понятно, по контексту, до жертвы, а потом будет уже разборка. Но самое интересное, видно, что Господь имеет в виду свое вот это желание, чтобы все люди спаслись. Знаете, и достигли познания истины. У него есть страстное желание, чтобы все люди спаслись. И он дает шанс даже самому злому сорняку на огороде Царства Божьего переродиться сверхъестественным и стать злабым, полезным, добрым, злабым. Тем более примеров таких очень и очень много, друзья. И в древней истории, для меня самый потрясающий пример в истории христианства, вот такого перерождения чудесного. Это вот один из предтеч великой информации, это Ян Гусс. Ну, по-нашему, Ваня Иван Гусев. По-нашему, Иван Гусев. Ян Гусс, великий сын чешского народа. Он, будучи уже в вузах, за Слово Божье, за Евангелие, уже, ну, там было понятно, что его жилы уже не выпустят уже оттуда. Его где-то полгода или больше ломали в застенках тогдашнего католического гестапо, будем так говорить, инквизиции. Вот, значит, и, в общем-то, от него требовалось малое, совершенно малое. Его и по-хорошему пытались уговорить, потом по-плохому. И те и другие витотики все были направлены на то, чтобы он отрекся от евангельского своего мышления. Чтобы он оставил все вот эти вопросы, которые он, знаете ли, провозглашал прежде. И чтобы он был просто обычным священником. Обычным католическим священником, каким он был раньше, до того. Но он не мог уже отречься. Почему? Потому что он сказал своим палачам еще до казни, когда его за стенку надержали, он сказал, что он пережил именно действительно силу Слова Божьего. И истина освобождает его слова. И, знаете, но, находясь в вузах, последние его месяцы жизни, он писал письма и передавал на родину. Свою родную Чехию передавал. И, конечно, когда письма уже достигли Чехии, Ян Гусс уже сожгли. Тогда информация очень беда распространялась. Но в Параде люди плакали, тысячные собрания вслух зачитывали письма Яна. И все понимали, что это предсмертное уже письма. Но он писал интересные вещи. Я в Параде был в этой каплице, где он проповедовал. И для меня было особенным таким духовным переживанием вот именно там проповедовать, быть на том месте. Мы там провели молитвное собрание в стенах вот этого, ну, восстановленного вот этого большого помещения, где он проповедовал Ян Гусс. И знаете, он признавался, Ян Гусс, что изначально был неправильный мотив у него стать священником. Он хотел устроить свою материальную жизнь, не хотел работать, ну, как в советское время, как говорили, не хочешь работать этим в милиции, да, значит. То есть, ну, как бы, устраивай свою жизнь таким образом. Вот. И, значит, вот, а тогда для вот простого, значит, ну, как пастуха-густей, значит, там, начали с тусинца, какое ему светило будущее? Да никакое. Безродный, значит, без пледений, без рода, без ничего. Простой чешский христианин. Вот. И он с тусинцой был, но зато с головой работающий хорошо. Вот. И пошел в семинарию. Вот. Видел, что батюшки особенно не пылятся. Тяжелые котилы чуть поднимут. И у него всегда денежка звенит в кармане, и перед ними шапку ломают. Хотя они не дворянского происхождения, как бы, ну, как бы, так, а-ля дворяне. Вот, значит, и, как бы, и у него, как бы, вот, созрел такой план, выучиться и выбиться в люди. Да, он учился в Праге, и он хватал знания очень быстро и легко, и выбился в лучшие ученики даже. Вот. И его не только, как он раньше представлял себе, в провинции быть батюшкой, в густнице у себя. Нет. Его оставили в Праге, в столице, карьера, вы знаете ли, награды, молодое священие, который, ну, как бы, выбился так вот, так нежданно, так, в люди. Но самое интересное началось у него в этот момент, когда не только его мечты исполнились, но даже больше, чем, о чем он мечтал, исполнилось. В этот момент он пережил, вот, встречу с Богом, читая Слово Божие. Как раз в Чешске Ремято возвращались его сверстники, которые учились в Англии, и у Джона Гриклифа учились в Литмальшире, в Лондоне, и они привезли эти идеи. Слушай, Яна, они говорили, там, в Англии, что-то происходит невероятное. Люди читают слово на своем родном английском языке. Джон Гриклиф говорил, что в то время, ну, старший современник Яна, и он говорил, что значит, что приходит время, когда все люди должны услышать Слово Божие на своем родном языке, и это, конечно, переворачивало сознание в то время. И Янгус изучал Слово Божие и стал для своих прихожан на простонародном чешском языке излагать свободно эти притчи Христа, рассказы, беседы, на гордой пробовать и прочее. Это произвело такой фурор, это произвело вообще взрывы просто нахуй. Не, ничего страшного. Вот, и, знаете, люди отовсюду приходили. собрания, многотысячные собрания проходили. Такое... Ладно, ничего страшного. Давайте, давайте. Да, давай. Вот, и, знаете, получается, что он был сырником, стал злаком, великим злаком. И когда его... Да, его сожгли на костре, к сожалению, так получилось, да. В то время, хотя уже дело было к реформации шло, но еще верхи по-старому могли управлять, еще как могли управлять, а низы по-прежнему желали жить по-старому. Еще не было вот этой предреволюционной ситуации или предреформаторской ситуации тогда. Но через сто лет она назрела, эта ситуация. И не то, чтобы Лютер был более талантлив, чем Гус, нет, в чем-то, мне кажется, даже я Гус, в чем-то даже более талантливый человек был. И более евангельские мысли выучил. Но Лютер родился в то время, когда уже верхи эти религиозные, мафиозные, группированные структуры уже не могли по-старому управлять. Уже все. Уже система ломалась. А низы, простые германцы, простые англичане, простые народы, простой народ уже не хотел жить по-старому. Там уже, знаете, вот такая ситуация была, что как на парафовой почте. Спичку бросить, все. Вот. Либо в революцию, либо в реформацию. Куда-то это все погулялось обязательно. Тем более, про ружье начиналось с такой национального самосознания, в частности, германских народов. Вот. Люди уже, ну, понимаете ли, ну, дурили людей, но люди уже стали уже отменить. Уже понимаете, видели, все видели, что религиозная, мафиозная, коррунгированная структура лишь наживается на бедах простого населения. Вот. И назревала вот эта вот реформация. Так что, Мартин Лютер, кстати, Мартин Лютер, он вас влюбнул, однажды, перед своими учениками, он перечитывал Яна Гуса, столик, в данном случае, манускрипты, и он воскликнул такие слова, сказал, что, да мы все гуситы, мы не лютеране, мы гуситы. Потому что, то, что говорил Гус за сто лет до Лютера, это все, ну, как бы вот, было то, на чем они трудились. Даже еще больше он говорил. вот, и, но, я много внимания уделю от ему, чтобы объяснить, что действительно, Господь хочет, чтобы даже злые сырники на огороде царства, они имели шанс переродиться и стать злаками, великими злаками в царстве. Вот. Я только так могу объяснить эти притчи. Но и, в принципе, все притчи Христа не исполнились. Даже самое страшное. И, действительно, церковь испытал гонения первые столетия впоследствии, уже с четвертого века, начиная, стала смешиваться с язычеством, с оккультизмом, с многобожием. И, думаю, мессианская община это прекрасно должна знать. Один из, толчков к этому, или главный толчок к этому процессу был антисемитизм. Да. Когда христиане из язычников стали, как вот Павел говорил, да, к евреям, к кремлинам, простите, к кремлинам, что, значит, не гордись, но бойся вот ветвям, которые были насаждены, да, которые из диких, были насаждены, то есть получается, неприродных, вот, в них было сказано, то есть, не евреям, не гордись, но бойся. Но, как раз, получилось все именно так вот, и стали гордиться, и перестали бояться. И вот, антисемитизм, именно из-за этого, из-за гордости, и отсутствия страха Божьего. В принципе, корень антисемитизма в этом, собственно, там, где нет страха Божьего, там, где, значит, гордость, там всегда антисемитизм, это 100%, уже история доказана. Вот, и стали, в общем-то, христианские церкви второго, третьего столетия, проходите, пожалуйста, второго, третьего столетия, стали, в общем-то, гнушаться своих еврейских корней, корней веры, вот, и из-за этой гордости ничего хорошего не могло родиться. И, конечно, вот, ну, все слышали, наверное, император Константин и мама его Елена. Вот эти два человека, они сыграли, ну, роковую роль в истории христианства, именно в процессе смешания с христианством. Христианство. Но, знаете ли, я бы не стал все спиреты вешать на Константина и Елену. Дело в том, что они лишь сыграли свою роль. Но, если бы церковь христианская в тому времени не была бы готова ко всему этому, ничего не получилось бы ни у Константина, ни у Елены. Но церковь уже готова была. Не было бы Константина, был бы там Василий, не было бы Василий, был бы Петр, ну, кто угодно был бы. То есть, уже спрос рождает предложение этим словом. У христианской церкви конца третьего столетия, начала четвертого, был уже спрос на антисемитизм, на жесткую руку, на смешание с физическим. И, в общем-то, ну, говоря о церкви своей, о церкви в Новом Завете, как и в Ветхом Завете, как мы вот говорили, в Ветхом Завете, да, народ Божий сравнивается с невестой и сравнивается с блудницей. Вот, допустим, Израиль, да, вот мы вспоминаем, когда, значит, он сохранял Израиль верность Богу, Божьему слову, в то время, Бог посылал пророков своих и называл Израиль своей возлюбленной, своей женою. Но когда Израиль начинал, не забывая о Боге, конечно, истинно, но начинал молиться там балом, остатком, и друг отломством, увлекаться всякого рода, то Бог посылал порой тех же пророков и обличал Израиль в чем? В блуде. Сравнивал многобожие с прелюбодеянием с ухожеской неверностью. Почему? Потому что, когда человек молится кому-то помимо Бога, в глазах неба, в глазах всемогущего Бога, это как будто бы измена. Потому что самое сокровенное в человеке это его, мы говорим, сердце, его нудро, его душа, самое сокровенное, самое интимное. И это открывать только лишь можно душу, это только лишь для Бога. Только лишь для Бога. И когда человек молится к Богу, с Богом общается, то это естественно, это нормальное состояние человека. Когда он кому-то еще на стороне молится, это то же самое, что супружеская измена. И Израиль на своей шкуре испытал все прелести, мнимые. Вот этого заблуждения многобожия. Вот сейчас месяц Ах, завершается это уже, да? Вторая половина месяца Ах уже, и как раз проводил семинар тоже. Вот по поводу 9-го Ава. С 17-го Тому до 9-го Ава обычно это время называлось в традиции еврейской межтеснины, или сдавленной границей, или в теснинах, в теснинах по-разному можно переводить эти слова, ну, как Митсераим, то есть можно перевести как теснина, а можно перевести как граница. Опасность приграничной зоны, как бы. И опасность перейти эту границу, черту это, еще больше опасности. И вот когда Израиль переходил эту границу, то наступала очень серьезная беда. И первый храм был разрушен по грехам нашим. Библия об этом очень подробно рассказывает. Именно многобожие идолопоклонства, оно, в общем-то, сделало то, что Божий храм был разрушен. Затем было изгнание, вот. Потом было покаяние, тшума, постепенное возвращение, да, тшума, покаяние, буквально первое значение слова еврейства, слово покаяние, тшума, да, это возвращение. Возвращение. И сам Машиах это очень красиво описал в разных притчах, особенно о блудном сыне. Вот, мы говорим о блудном сыне, там, как бы, о двух, по сути, сыновьях притча. Вот, и получается, что вот тот бедолага, младший, который оказался возле свиного корыта, вот, он пришел в себя, очнулся, как бы, пришел в себя, вот, это уже тшума. Это уже один из элементов тшумы, прийти в себя, очухаться просто. Очнуться от дурмана, как бы, и вспомнить, так что я здесь делаю вообще? Разве я для этого родился, вот, чтобы у вас без христа хотя бы умереть? Это не моя жизнь. Моя жизнь с отцом. И у отца даже наемники, которые лишь, ну, не по любви, а просто за копеек поработают, живут намного лучше вообще. А я здесь вообще страдаю. Вот, он пришел в себя, это элемент тшумы. Значит, и даже если бы он там умер бы возле этих рюшек бы, все равно это была бы уже тшума. Это первый его шаг. Но, слава Богу, в этой притче было по-другому, было хорошо. Он не только думал, вот, с понедельника, на что новую жизнь, да, а он действительно встал и пошел. Встал и пошел, это тоже, в принципе, вот, и о церкви, тоже о царстве. Вот, он пошел в дом отца. Вот, а потом элемент тшумы очень прекрасный, это когда отец принимает. Вот, и потому что, слава Богу, младший, не был гордецом уже, вот, и он не говорил, отцу я не достоин там, одеть эту одежду или перстень взять. Он принял это как данность. Божья любовь, отцовскую любовь. А потом еще элемент тшумы. В доме отца пир на весь мир. Вот, это прекрасно. Ну, правда, притча имеет финал такой нехороший, опять-таки, потому что старший сын в конце этой притчи он вне дома отца. как бы вот так вот своей гордостью. Вот так вот он не захотел принять своего младшего. То есть, это притча собственно о том, что всем нужно покаяние, и грешникам, и праведникам всем. Вот, даже, кстати, мудрецов еврейских спрашивали, ну, многие спрашивают мудрецов еврейских, когда придет Машеф. Вот, и один из садиков сказал как-то, он придет тогда, когда праведники покаяются. Очень хорошее слово, мне так понравилось. Вот, но, если говорить об истории христианства, в церковь с Константинова времен флынули грязные потоки всякого рода религиозного оккультизма, вот, какие примеры вы знаете вообще, ну, из того, что смешалось с физическим христианством? Ну, даже на меня посмотрите, опишите. Я понимаю. А чем вы говорите? Мы в Духе-Константин. Понимаете? Конечно. Вы говорите в Духе. День солнца стоял, в Астеросии. Ну, хотя бы даже так, вот, да, хотя бы даже так, при Константине, кстати, даже элемент, на который большинство христиан все эти внимания вообще не обращают сейчас. Да, да. Потому что много воды утекло, полтора тысячелетий как бы туда-сюда как бы уже переросло, принюхались уже как бы, значит, там все. Второе, господние праздники вообще, уж на второй план язвеческие появились. Да, да, получилось так, что на самом деле правильно, убрали господние праздники или же их переначали некоторые, некоторые вообще убрали и, значит, и на их место ставили языческие праздники. Да, это правда. Еще что? Когда Моисей взошел на гору и они вывели тельца, они его ждали. Еще раз. Когда Моисей взошел на гору, чтобы поговорить с Богом, то те, которые вывели на весну, ну, на церкви, на которых он ехал, они вывели тельца и начали так вот. Да, но это история еще вот тогда, как раз сына Сатамуза вспоминаем эту историю тельца насчет там и вот. Да, но в принципе христианская церковь поступила так же. Вот, в своей истории. Ну, то есть на те же самые грамли стали наступать уже в новозаметной истории получается. Да. Смотрю, это, в римлянах, то есть на первой коридлянах в адекватской главе там написано, что вот, ну, мужик, братья, но волосы римляне носить надо. А, а женщины, они им надо носить волосы. Это немного из другой горы. Хотя, можно и использовать как пример. Идолопоклонство, да. Вообще, вот я упоминал многобожие, из которого разрушился, был разрушен Петр Храмович, да? Знаете ли, многобожие, оно в христианство тоже пришло, как и идолопоклонство. Вот. И многобожие, ну, оно без таких страшных названий, но смысл тот же самый был. Допустим, когда стали молиться христиане не только к Богу, а еще молиться стали к кому? Там, к Божьей Матери, к другим нашим, к святым. Да, много-много, целый пантеон святых. Вот. Культ святых, это, по сути, то же самое, что многобожие. И также ангелом стали молиться. Вот. Хотя, в еврейской традиции есть, допустим, приветствие ангелам, да? Вот. Это очень пограничная вещь. Пограничная. Знаете ли, вот пересекать ее уже нельзя. Это как вот, скажем, поприветствовать ангелов это одно. Когда мы каждую субботу, в пятницу мы садимся, да? И вот одно из моих любимых тоже приветствий ангелам. Шалом алейхе, молотей башать, а молотей, мы приветствуем ангелов, и сейчас здесь ангелы Господни, посланники Всевышнего присутствуют. Мы говорим, приходите с миром, ну и потом и пребывайте с миром, а потом, ну и уходите тоже с миром. Ангелы Господни, посланники Всевышнего. Это пограничная вещь. То есть, лук же еще есть, лук же один вопрос. Если Иисус учил молиться от Отцу, но у нас получилось Иисус отдельный Бог, Дух Святой, нигде мы не находим в Писании молиться хоть Духу Святому, хоть Иисусу. По имени, я понял, да. По имени Ишуа, это же не иное, это же тоже знание, то есть, заменено ими. Да. Отец Сергей, знаете, вот на самом деле, из-за того, что христианство, оно перешло на языческую почку, из-за этого до сих пор, кстати, я встречаю вас, люди христиан, такие мысли, допустим, общаюсь с разными верующими, и мне, даже старые верующие говорят, я вот не знаю, кстати, Генри рассказывал, Генри Мадамо рассказывал, у него в церкви Пермона, там, значит, одна сестричка, уже давно верующая, она говорит, я помолюсь Отцу Небесному, ну, вроде как Иисус обижается, я Иисусу помолюсь, ну, вроде Дусси, ну, надулся на меня, значит, я Богу Святому давай молиться, и так в течение дня, говорит, я уже утомилась, говорит, то одному, по другому, то третьему, кому угодить, и как бы Генри немного посмеялся, говорит, ну, в принципе, очень хорошая иллюстрация вот именно, ну, такого, откровенно-языческого сознания в христианстве, вот, это имеет место до сегодняшнего времени, на самом деле, это беда. Я скажу, молитва отчина закінчивается во имя Отца, Сына и Духа Святого, и Иисус сам сказал, когда Духа Святого, я кремлю. Ну, это в церковной традиции, да, в церковной, православной и фатарической традиции заканчивается во имя Отца и Сына, Сына и Духа, но это уже наша церковная, ну, как сказать, традиция, добавка. В оригинале такого нету, конечно. Не, имеется в виду, что там говорится, не, чего в оригинале, в Новом Завете же написано, что закинчится во имя Отца? Не, 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 в Новом Завете нам говорится, ибо от Моей Царства и Силы и Слава во Веке Аминь. Аминь. Да, аминь. Там, нет, там говорится, обоцессу. По плане овощам у нас. По плане овощам, это вообще откровенная, крупная уже традиция. Знаете ли, есть, как вот, я вот рассуждаю, как вот грибы, да, есть съедобные, есть ядовитые, а есть условно съедобные. Очень много в христианстве такого условно съедобного, которое можно как бы, ну, если умеешь и готовить, то не помрешь. Вот, значит. Вот, но есть откровенно такие ядовитые традиции, которые никак нельзя, ну, понимаете ли, вот брать их, никак нельзя их использовать, потому что как ни готовь их, вари, жарь, это все язычество, которое не имеет никакого оправдания. И вот культ мощей, в частности, вот, да, это действительно один из элементов оккультизма, откровенного оккультизма, который пришел в историческое христианство, был имплантирован в тело Иисуса Христа. И этот имплантант до сих пор, он отторгается телом Мессии, конечно же, живым организмом Христа, но он присутствует до сегодняшнего дня, на самом деле. И это большая беда, друзья, очень большая беда. Я сам выходец с традиционного православия, я знаю, о чем говорю, поэтому, как бы, я часто молюсь о том, чтобы, вот, действительно, тысячи-тысячи моих коллег, братьев, чтобы они задумались, куда мы идем, и куда мы видим за собой людей. Потому что традиция, вот, ну, много традиций разных, конечно, но есть, я бы повторяю, откровенно, такие ядовитые традиции, оккультные, которые, ну, нельзя, абсолютно нельзя применять. В частности, вот, да, вот именно оккульт мощей. Кстати, вот недавно был вот этот праздник, 24 июля, по календарю православному, чудо Ефимии Всехвальной, называется, праздник, когда вспоминалось событие 4-го Вселенского собора в Халкедоне, 451-й год, когда отцы собора 630 человек, в основном епископы, богословы, известнейшие люди того времени, то есть элит, церковная элита того времени, представители Папы Римского, патриархи восточные, представители императорской власти, значит, и плюс еще, ну, монахов, множество монахов приехало. Так вот, и участники собора, что сделали? Они взяли, открыли гробницу с телом умершей, погибшей девушки, значит, Ефимии, которая была репрессирована когда-то еще при Диоклетиане, по-моему, то есть больше 100 лет до того, ну, полтора столетия, так грубо говоря, до того она была уже мертва. Но в Халкидонской пустыне в этой, она была, по сути, ну, как, ну, засохшее тело, будем говорить, засохшее тело, стерковаться. Вот, ну да. И гробницу открыли, в нее гробницу положили рукописание с разными определениями веры, значит, и потом закрыли гробницу, разные фракции были на этом соборе, и они свои мнения выложили для Ефимии, чтобы она, чтобы, как бы, она дала ответ, представляете? Это христианское собрание, христианский хитрис, вот. Ой, 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 ой. И вот, значит, и они молились, и потом, значит, с постом, ведь все молились, и те, и те, вот, открыли гробницу, и председатель собора, торжественной обстановки, значит, он, что констатировал, что, значит, одно из рукописаний у нее в руках, а другое в ногах. И вот он сказал, что вот так и так, и Ефимия дала ответ. Ну, оппозиция запротестовала, сказал, что это фокусы. Тогда председатель сказал, хорошо, мы сейчас, прямо сейчас, откудрым текстом, не будем закрывать, открывать гробницу, мы вопросим прямо сейчас Ефимия. То есть, впервые в истории христианской церкви спиритический сеанс был прямо в церковном собрании, в котором официальных делегатов было 630 человек, плюс еще гости, то есть, это, ну, порядка тысячи человек, можно смело говорить, собрания были. Значит, тогдашние элиты церковной и государственной. И представляете, что произошло? Ну, согласно официальному мнению католической православной церкви, Ефимия так же оставалась спокойной, но рука ее, она как бы, и она протянула руку и передала председателю вот это определение веры. И те сказали, аксиус, все, вот это вот достойное определение. А ведь вот 18-е года в законе, там же очень хорошо написано «невзывать внутренним духом». Это то же самое, когда в православии молятся там, как говорите, фильмы, там, вокалии, там, еще прочее. Они же практически, это экстрасенсорика называется. Да, по сути, это экстрасенсорика и это спиритизм. Спиритизм является грехом. И вот что произошло там, это конкретно будет разрывать? это конкретный спиритизм, это грех. Мерзость перед Богом. Общение с Берсами, да, мерзость перед Богом. Но, знаете, друзья, дело в том, что подобная практика уже имела место в христианстве, но это было у отдельных монахов, как бы, и было это где-то там, ну, далеко, будет так, в провинции. Но в 451 году это было прилюдно в большом собрании и на официальном соборе. И вот поэтому с Халкидонского собора с 451 года официально де юре культ мощей стал главенствующим в христианской церкви, в православно-католической тогдашней единой церкви. Ну, конечно, был период такой небольшой реформации в Византии. Это у нас так какой, восьмой век, и начало девятого века. Да, с начала восьмого столетия, 717 год, сейчас вот предпосыл закон, 717 точный год. Началась такая реформация византийская, когда действительно истреслились многие христианские епископы, служители, тогдашние реформаторы, вот эти были Константин Накалийский, архиепископ, потом Фома, митрополит Клавдиапольский и другие лидеры тогдашней византийской реформации, они добились на самом деле пересмотра этих доктрин, и сотни, и сотни мощей, значит, гробниц этих были преданы на кладбище христианскому погребанию, то есть Византии, большая часть Византии отказались от многобожьего, от его поклонства, от оккультизма, но эта реформация была недолгая, к сожалению, она была потом подавлена очень жестоко, значит, контрреформации будем так говорить. Да, это другая уже история, но Иисус говорил, очень интересно, у Матфея записано 22-29, он сказал, помните, ученикам Садога, сказал так, что заблуждаетесь, не зная писаний, ни силы Божьей, есть другой перевод, заблуждаетесь, пренебрегая писаниями, и силой Божьей, вот это не больше нравится такой перевод, потому что по контексту так оно и есть, потому что учеников Садога было трудно назвать незнавяющими писаниями, а вот пренебрегающими, да, это можно было бы допустить подобное, и знаете, в христианстве то же самое, что у Садогеев, что у фарисеев, что у других книжников, там многие было, во времена Машиаха много было проблем у этих школ, но, христианская церковь в своей истории пошла еще дальше в этих заблуждениях, в этих ересях, к сожалению, вот, и даже, скажем так, с 9-го столетия, когда уже сформировалась вот эта вот такая вавилонская система, блудницы, до с 9-го, с середины 9-го века и до начала 16-го столетия, по сути, до времени Лютера, Камена, Цвингли, Ана-Баптистов, до самого начала 16-го столетия продолжалась такая многовековая эпоха Великой Деформации, эпоха Великой Деградации, деформации в церкви, и кривая истории, если график рисовать, то кривая истории шла вниз, но с 1417-го постепенно, поэтапно кривая наша стала подниматься вверх, не так быстро, как хотелось бы, но она стала подниматься вверх. То есть реформация это не выдумывание чего-то нового, это возвращение к хорошо забытому стаду. Отец, опит. Да. Ну, вы как раз относите к Покетонске, сабота, но, тем не менее, скажем, такие отступления не помешали церкви, как канон писания, вот они все-таки, которые мы сейчас пользуемся до сих пор выработать. То есть, все равно, как бы, назвать, однозначно, что там, только я зачастую, тяжело, иначе, был совершенно закрыт действовал, чтобы они с мамой не могли делать. А, нет, но по Покетонскому соборе уже ничего там не решалось насчет писания. Насчет канона писания, кстати, еще очень интересный момент. Значит, в четвертом веке были соборы, которые не канон составляли, они недостатировали тот факт, что определенные писания являются каноничными, то бишь, принятыми всей полнотой церкви, и на востоке, и на западе, и они имеют несколько было критериев, что, во-первых, они имели хождение по всем церквям, значит, и имели подтверждение это на это. Второе, что они имели историческое вот, как бы, передание, как бы, от первого столетия, от апостола непосредственно, в отличие от апокритических писаний, которые возникали гораздо позже, спустя, ну, второе, третье столетие, и важный момент, что они не пользовались таким всеобщим авторитетом, а лишь местечковые какие-то были, поэтому каноны писания собора не составляли, они лишь констатировали факт вот именно вселенскости, катоничности, именно вот, действительно, определенного сборника текстов нового света, вот, но не было такого, что вот это мы берем, это мы отсеяли, это еще что-то сделали, вот, и, значит, соборы, которые делали списки, вот именно вот этих текстов писания, да, это соборы четвертого столетия, к ним вопросов таких нету, а соборы четвертого века, значит, они не пускались до такой верности, нет, как последующие соборы, то есть на соборе, допустим, на первом сельянском соборе, на втором, хотя там тоже много было всякого, но к чести отцов этих соборов, и также с десяток поместных соборов того времени, насчет собраний, никому везти в голову даже приходило, что можно молиться кому-то еще, допустим, помимо Господа, вот, что, допустим, тем более ситуация с мощами подобная просто-напросто была бы, ну, просто невозможна, даже православной историей, вот, в киевской духовной семинаре академии, покойной, да, Михаил Костов-то, значит, некогда он был здесь светилой, такой, значит, исторической науки церковной, в своей книге «История христианской церкви», он признает, что в четвертом столетии, особенно начало четвертого столетия, он изучал очень подробно и защищался на этой теме докторскую свою, так вот, он подтверждает, что в начало четвертого столетия сама идея даже совместить церковное собрание, допустим, с усыпальницей, с мощами, с останками умершего была бы отвергнут с презрением, он просто констатирует факт, что это было бы невозможно даже представить подобную практику, но уже он констатирует дальше, что в конце четвертого, начало пятого столетия уже подобный процесс уже имеет место, поэтому, почему я говорю, что соборы четвертого столетия это одна история, соборы пятого столетия это уже другая история совсем, совсем другая история, и, хотя, о воле Христа, о природе Христа они рассуждали, но, знаете ли, всех рассуждений яйца яйца выеденого не стоят, потому что они, понимаете ли, ну, какой толк со всех этих рассуждений, если они, эти соборы, открыли дорогу для многобожия и идолопоконства, в частности, третий собор для многобожия, а четвертый для оккультизма, третий собор и второй вопрос который как раз проводили в Матфее 22 глава, 29 сих, там дальше 39 сих, ну, 32 сих, дальше, насколько я знаю, обычно православие объясняют тем, что икона почитания, мощей, что у Бога нет мертвых, все живые, что эти люди, на самом деле, они так же теми цель, только там же на небесах. Да, вот тоже, кстати, вырывать из контекста, вот эта практика очень старая, опять-таки, за блуждение. Значит, у Бога нет мертвых, у Него все живые. Вот, кстати, я с Замараевым общался, с Дамианом, значит, архиепископом, и вот с Иваном Замараевым на эту тему. Вот, продвинуты такие батюшки, но, знаете, мне Иван Замараев сказал так, что, я тоже вот реформатор, но не до такой же степени, чтобы за покойных не молиться. Вот, у Бога же все живые. Я говорю, да, говорю, отец Иван, дорогой, у Бога все живые, но у нас нет. У нас есть мертвые, а есть живые. Вот, и общение между живыми и мертвыми у нас, согласно, Божьему Слову, строго у нас тогда запрещено вообще. Вот, и никакого не может быть общения. Даже интерес у нас это запрещается, подобный интерес. Вот, да. А как же молитвы усопшим, которые за расположенностью, это открытым кекстом, и в граматках, и все там написано, и в основах? Да. Это ответ на вот эти вопросы? Ну да, 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 да. Продолжение, это продолжение все того же самого вопроса. Вот, молитвы усопшим и молитвы за усопшим, это все, в принципе, одного поля ягода, это грех. То есть, когда молитва умершим, это, по сути, многобожие. Вот, и спиритизм. Но молитва за умерших, это тоже спиритизм, но больше оккультная такая традиция. Ну, в принципе, это хрена есть и не слаще. Вот, кстати, покойный этот, кто у нас там был, Сурожский, Антоний там, Антоний Сурожский, у нас, кстати, были в Киеве гости, он был еще жив, еще тогда, вот, приезжали как раз с Англии ребята, вот, и, я общался с ними. Вот, я попросил Антонию передать, не знаю, уже не передали, не передали, потому что Антоний вскоре скончался после этого. Но, по крайней мере, они, опять-таки, настаивали на том, что Антоний учит их, что молиться умершим нужно, и даже можно, и можно, и нужно. И, знаете, даже вот Александр Мейн, при всем уважении к его светлой памяти, я очень дорожу, вот, именно, действительно, этим именем, но, однако же, даже Александр Мейн, он тоже пребывал, ну, во-первых, как будучи традиционным священником, все-таки, православным, оставаясь до конца, он в этом всем был. Молился с упокой, молился умершим, но, он пошел еще дальше даже, он признавался в своих беседах, и не раз, и не два, я это читал, и слышал даже, что, значит, он молился, допустим, своей покойной матери, он вырос в такой еврейской семье, где, ну, видишь, и мама была, мама была всем, просто для него, и мама, на самом деле, сделала очень много в его жизни, очень много, он, в общем-то, в люди вышел, благодаря маме, вот, и воспитание все было, знаете, образование все было домашнее, все его образование было домашнее, представляете, вот, и он без мамы себя не мыслил совершенно, и когда она умерла, скоропостижно, он был просто потерян, он просто потерялся, и он рассказывал, что это была как депрессия, он закрывался, и не мог ни с кем разговаривать вообще, и плакал, и потом он сказал так, признавался, что он однажды, закрывшись такой, он стал разговаривать со своей мамой, обращаться к ней за помощью, он просил мне совет ее помощи, и говорит, когда я к ней обращался, вдруг я ощутил, говорит, ее присутствие, а потом он сказал так, что вскоре после этого, этой молитвой, как бы к матери, пришли ответы, неожиданно, как бы, на его эти просьбы, и он эту причину-следственную связь установил, и стал противовать подобное, к сожалению, это было в его жизни, и я разговаривал с отцом Александром Борисовым, и с Георгием Чистяковым, уже покойным, отцом Георгием Чистяковым, вот, отец Георгий Чистяков тоже самое признавал, что да, отец Александр даже учил, я этого не слышал нигде, но из уст отца Георгия Чистякова, я это знаю, что он учил даже всегда в церкви, в храме, что вы можете молиться не только канонизированно святым, но даже и своим благочестивым родственникам, маме, папе, допустим, вашему дедушке, бабушке, если знаете, что они были благочестивы, чтобы они были хранителями вашего рода, вашей семьи, вашего очага, то есть это классическое язычество, знаете ли, и я, знаете, скажу, все-таки немного оправдаю меня, последние годы его жизни он, насколько я знаю, эту практику оставлял, по крайней мере, последний год его жизни, 90-й год, это был, 1990-й же год, я как раз собирался как раз ехать к нему, и вот, и было как раз в конце лета, вот, август месяц, 90-х годы, и я не успел, его уже в начале сентября уже убили уже, а я как раз был на служении и в Москве, и в Подмосковье тоже, ну, рядом был, но в Саншигорьской служил как раз, когда тоже на приходе, я был чтецом и тогда, и подрядом, вот, но, к сожалению, не смог приехать уже, и его убили, но последний год его жизни, вот этот 90-й, знаете, насколько я знаю, он именно евангельски все больше и больше к Христу обращался, а там один бог знает, конечно, что было у него жизни, по крайней мере, его последняя проповедь за день до смерти, значит, так получилось, в Москве, где он там, я забыл уже, ну, не так важно, в Москве, в одном из ДК, он проводил такую встречу, вот, была запись, он на такие, вообще, большие, катушечные манитофоны делал, вот, значит, и его последняя проповедь была, вот, именно как раз о Христе, об уникальности личности Иисуса Христа, о неповторимости личности Иисуса, и что он есть, действительно, исключительный путь, истинная жизнь, неповторимый, вот, это было 8 сентября, а 9-го его уже убили уже, вот, утром он пошел на службу, вот, знаете, я священникам многим говорю так, знаете, пока есть время, пока мы в этом теле, есть шанс пересмотреть очень многое, чем потом всю вечность локти кусать, есть время сейчас сделать что-то для Господа, действительно, правильное, истинное, я Богу благодарю, конечно, и за молодые священники, из-за пожилых священников, вот, в Грузии я удивился, разговаривал со старейшим епископом грузинским, митрополит Христофор Целомоидзе, вот, почти 100 лет человеку, но я удивился, насколько бодривый такой юношеский ум, вот, человек, ну, я, скажу, я вот, с такими людьми, вот, высокопоставными, церковными, вот, я могу с вами переброс только миром грузером, который до конца сохранил такую ясность ума, удивительную просто ясность ума, я с ним, когда общался, с любомиром, вот, я был просто, ну, как, узахнуть, вот, действительно, человек, который сохранил эту ясность ума, и такое молитвенное состояние, молитвенное состояние с Богом, это потрясающе, вот, и митрополит Христофор, так же, вот, я был удивлен, вот, его таким молитвенным состоянием, опять-таки, к Богу, я ему объяснял, почему я не молюсь покородицей, сады, почему я не, ну, не молюсь у покоя, я все так объяснял, я не то, что ему многие вещи сложно понять, но, и принять, но, однако же, он говорит, да, наверное, вот, в чем-то, вот, вы правы, в чем-то, действительно, надо нам пересмотреть свою ревизию сделать, церковную ревизию, а так оно и есть, потому что, к нам приедет ревизор, и не инкогнито, и будет такая, вот, немая сцена, вечная, знаете ли, не дай Боже, как ревизор, вот так ревизор, так что, дамы и господа, вот, и, ну, наверное, не будет древней истории, надо как-то, о современной уже истории рассказать, вообще, по милости, Господни, и с Божьего Слова, мы с вами же не только можем о том, что было рассуждать, но и о том, что есть, и о том, что будет даже, это, это все часть одной истории, друзья, это все, и сегодня, кстати, я тоже еще скажу, что нам, христианам, нужно переписать историю, многие боятся переписывать историю, нам нужно переписать историю, потому что историю всегда переписывают, но переписывают ее в этом миру, как? В угоду Сигны, Века Сего, да? В угоду Мамоне, в угоду политики, религии, вот, а нам, если мы возрожденные, свыше люди, нужно переписать историю в угоду нашему спасителю, Иисусу Христу, пересматривая все через Слово Божие, пересматривая все, произведя такой ревизию, я, 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 мне сейчас, это, ну, но, я, действительно, верю, что спасение только лишь у нас православных, и, если мы православные едва спасаемся, то, думаю, где же остальные, вообще, все отберятся вообще, вот, знаете ли, даже не могу, смотрел на них, ну, как всегда-то просто, и все, раскольники, очипенцы, как бы, значит, и никакой благодати не может быть у них, абсолютно, только лишь у нас, только лишь вот в этой апостольской правоприемственности, и только лишь и там, и сям, и сям. Знаете ли, я жил в таком религиозном гурмане, некоторые годы, особенно будучи священником, еще когда был дьяконом, ну, чтецом, ибо дьяконом, дьяконом, еще как-то допускал какие-то вольности, хотя бы, в мышлении, то есть я много читал, общался с разными людьми, вот, меневцами, будем так говорить, да, значит, и как бы поэтому...